здравствуйте дорогие друзья вас приветствует галина конышева но вот опять за меня взялись монархисты или там христиане свое время христиане теперь монархисты которые активно продвигают монархический проект активно навязывают хотят всех вернуть в мракобесие в холопство чтобы только кучка сидела на шее у народа а остальной народ горбатился на эту не самую умную не самую лучшую часть человечества может быть не человечество может быть у них там измененный дмк я не знаю но короче говоря у меня с канала удалили видео которое было 4 марта размещено из-за якобы нарушение авторских прав это по голосу александра третьего я разбираю голос александра третьего в прямом эфире сайта с фейсбука и это видео у меня сохранено сейчас мы просто какие-то отдельные фрагменты посмотрим итак youtube мне прислал предупреждение видите это 9 сентября 909 21 довольно интересное сочетание цифр вышло вот такое окошечко я специально решила это все снять прямом эфире чтобы это окошко потом не исчезла и давайте с ним ознакомимся вот предупреждение о нарушении авторских прав правообладатель правообладатель обратился к нам с просьбой удалить ваше видео в котором содержится материал нарушающие его авторские права поэтому ваше видео было удалено с youtube вы получили предупреждение в случае многочисленных предупреждений о нарушении авторских прав ваш аккаунт и все связанные с ним каналы будут заблокированы и подробное о предупреждении нарушения авторских прав и значит это эти видео были удалены из-за жалобы на нарушение авторских прав то есть по всей видимости не было доказано он просто написал жалобу получается ну и кто это контент удален по запросу пользователя сочи 1030 давайте перейдем что это такое на сочи 1030 и вот у нас всплывает сочи 1030 канал о россии русская еда для отдыха сочи 1030 яндекс дн меня зовут александр я автор канала сочи 1030 буду рад познакомиться с ноги так все посты инстаграме он есть ну и что у него за канал давайте посмотрим не может быть это случайностью чтобы это был именно по имени этого же автора и вот у меня вопрос возникает вот мы глядя на этот канал вот он путешествует так вот нашла голос царя почему это он правообладателем то стал почему это он стал правообладателем то интересно из какой стати я у него чего-то украла какие-то права когда он сам взял чужой материал еще на меня пожаловалась вот с какой стати эй сочи 1030 ты сам упёр значит этот голос эти голоса записываешь разместил у себя на канале и теперь ты там жалобы строчишь это что твои что ли голоса я не пойму это ты что ли создавал ты с какой стать автором то стал а теперь давайте посмотрим мой ролик который у меня есть на других ресурсах вот что за гнида эти вот гнида просто гнида какая-то этот сочи 1030 но и вот в одноклассниках у меня есть канал искажение истории что естественно я туда дублирую фильмы поэтому сейчас мы посмотрим чтобы было понятно как это все происходит как тебя могут обвинить том чего вообще нет просто взять и обвинить и перекрыть канал вот какие-то гнида могут просто из-за того что сами воруют тащат конкретно вот он конкретно своровал чужой материал шум не является правообладателем еще раз для сравнения видимо алгоритмы youtube обнаружили сходство голоса александра и получилось что у него вот на три месяца он раньше это разместил этот голос но теперь где он не является правообладателем этой записи естественно он сам он сам вообще утащил давайте просто посмотрим как он это представляет его фильм я буду паузами такими нажимать здесь просто голос у него идет есть просто идет голос и вот вот такие фотографии и этот голос вот одна минута 50 секунд у него просто он вот он конкретно украл чужой материал вот это вор который на своем канале размещает и дальше он потом делает страйки если где-то еще у кого-то оказался тоже голос александра третьего или еще кого-то это не его авторский материал он не является владельцем этой записи а кто же является владельцем этой записи как я делала фильм сейчас мы это увидим так вот у меня это видео вот повторное видео это было по теме этого потому что стали писать там возмущаться что это не 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 это они русские цари это русские это русские люди я здесь доказываю что это не русские люди и что смысл то в чем было в том что это не русский человек он вообще по русски не говорил смысл этого видео сейчас мы его откроем какое совпадение я занимаюсь подготовкой ко второй части ко второй серии фильма письма сергея александровича таниева александру третьему по сокровищам ивана грозного и в этот момент фейсбук не подкидывает в ленту голос александра третьего что мы здесь слышим давайте послушаем так вот я покажу откуда я взяла этот материал откуда что фейсбуке вот прямом прямом эфире пишу год автор этой записи вот автор этой записи но поскольку на голос уже этот вот гнида сочи там 10 30 он уже застолбил ю тубе как бы получается правообладатель голоса александр третьего то здесь чтобы меня не было второго страйка я здесь его говорить не буду этот голос вы можете посмотреть у меня на канале я просто вам могу его сымитировать но буду показывать что здесь было вот вот он этот источник с какого я снимала и здесь эта запись на этом источник находится она на сайте да они нашли запись вы меня застали врасплох до свидания господа запись была сделана в 1889 году на восковой цилиндр в резиденции короля несколько лет назад университет дании начал оцифровку своих архивов среди них оказалась записи александра третьего на ней слышно что царь хоть родился и вырос в россии говорил по-русски сильным акцентом я очень рада вас видеть сегодня потому что хорошая погода можно пойти гулять так сейчас включу и послушаем по-русски даже то что нам сейчас пытаются монархисты сейчас очень сильное монархическое движение представить себя русских царей якобы русских царей как русских царей в том числе александра третьего как прям такого самого хорошего русского царя прям такого любителя русских мы видим что это не так это немцы это оккупанты это колонизаторы они по-русски говорят только потому что им необходимо это в какой-то степени говорить они очень плохо говорят по-русски это видно что они не владеют для них это сложный язык и говорят они между собой на своем родном лумийском баварском там гальденбургском английском на каком угодно но не на русском и так вот этот саша сочинский прорекламировала я его канал получается этот гницкий который сам упер материал вот он сам вор является он даже не говорит источники но он там пишет что источники на самом деле он просто украл он взял и на своем канале разместил чужие материалы он не является правообладателем но youtube не этого не знает он считывает похожие алгоритм он считывает похожие звуки и пишет как если он разместил это на месяц раньше этот звук то и он является правообладателем вот что получается и вот из-за этого гнидства каких-то там саш сочинских которые сами тащат все это себе на канал вот он в том числе это и происходит но в общем-то от кармы никто не уйдет и от бумерангов никто не уйдет поскольку законы вселенной надо чтить и всяким сочинским сашам в том числе чтобы они там не делали какой бы они там материал но у себя не располагали нельзя быть гнидой саша нельзя за гнистов все всегда приходится отвечать жизнь она всегда расставляет все по своим местам понятно тебе любители голосов чужих так что держи вора в первую очередь кричит сам вор благодарю за внимание вот такая у меня новость смотрите канал мой мой разбор голоса александра третьего на других ресурсах поскольку есть вот такие товарищи которые столбят чужой материал и получается что для ютуба он является правообладателем ну вот так вот у них устроены алгоритмы да вот еще перейдя по по сообщению что мне пишет youtube это даже на youtube нельзя грешить это конкретно этот саша вот найдено вручную использованный контент тип заявки найдено вручную вот так что это это конкретно идет только от него и на youtube грешить нельзя потому что у него алгоритмы он увидел похожие алгоритмы одинаковые и все он ему значит так сказать пошел навстречу хотя саша сам упёр этот материал вот так так что youtube не причем это конкретное гнидство конкретного человека но все тайное становится явное и возможно для кого-то этот саша там дружа дружбан имейте ввиду что этот саша может сделать вам удар в спину потому что в нем в его психологии есть вот это гнидство всех вам благ с вами была голена конышева до свидания благодарю всех кто поддерживает мой канал